Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал 6 лучших веб-камер под разные задачи и бюджет. Я отобрал веб-камеры для стримеров, геймеров, офисных работников и просто для домашних звонков родственникам или друзьям. При этом смотрел на разрешение съемки, так чтобы лицо не расплывалось, частоту кадров, чтобы не превращаться в ряд стоп-кадров, угол обзора, чтобы на картинке было видно как можно больше пространства, фокусировку, чтобы контролировать концентрацию внимания на себе, ну и на еще некоторые параметры. В общем, под любые пожелания найдется своя камера. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость модели из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Итак, шестое место рейтинга занимает A4Tech PK935HL. Одна из самых простых и дешевых веб-камер для звонков маме, общения с друзьями, учебы, связи с коллегами. В общем, чтобы просто быть на связи, светить лицом и не больше. Снимает она максимум Full HD разрешений и 30 фпс. Если к Full HD вопросов нет, то 30 кадров, конечно, могут еще смутить народ. Однако за большим нужно выложить больше денег, поэтому в бюджетном сегменте наслаждаемся тем, что есть. Все-таки в пару-тройку тысяч рублей сложно завести какой-то навороченный сенсор. Поэтому тут стоит базовая двухмегапиксельная матрица с ручным фокусом. Да, чтобы вебка брала фокус именно в вас, а не кусочек какого-то предмета на фоне, нужно немного понажимать кнопок. Но в целом сложного и страшного в этом ничего нет. При этом изображение получается неплохим по качеству, особенно если свернуть его в маленький квадратик, а не разместить на весь экран. Конечно, присутствуют шумы. Видна слегка корявая цветопередача с уходом в красные оттенки. Но если не скупиться на освещение и включить основную люстру в комнате, камера хорошо передаст ваши черты лица. Да, каждую волосинку отдельно не выделяет, но это в какой-то степени и хорошо. Кому-то прыщи не придется замазывать перед созвоном. Единственное, на что можно пожаловаться – микрофон. Очень уж капризный и слабый. В идеале перед звонком закрыться в комнате, прикрыть окна, попросить соседей, чтобы перестали сверлить и чем-то занять собаку, чтобы лишний раз не гавкало. В тишине микрофон еще нормально передаст вашу речь, хоть и не без легкого искажения. Еще один вариант простой недорогой веб-камеры – Creative Live Cam Sync 1080p V2. От прошлой A4Tech она отличается немного, но свои преимущества имеет. Так все начинается практически с одинаковых возможностей съемки. Базовый бюджетный сенсор на 2 мегапикселя, который дает возможность транслировать картинку в максимальном разрешении 1920 на 1080 пикселей в 30 фпс. Основные параметры не изменились, разве что угол обзора стал шире на 2 градуса. Этой разницы можно и не заметить, но если вдруг захочется влезть в кадр вместе с котом или домашним растением, возможно, это как раз пригодится. Основное отличие от A4Tech заключается в фиксированной фокусировке. Что это значит – не придется париться. Не нужно вручную крутить настройки, чтобы камера поймала лицо. Она просто автоматически будет держать в фокусе все, что находится на расстоянии около метра от объектива. Конечно, если вам нужно больше контроля над тем, что камера захватывает, может возникнуть желание настроить ее самостоятельно, но такой опции тут нет. Также из приятного – апгрейд микрофона. Он уже явно получше. Само собой, студийного качества записи не ждем. Но тут не придется так заморачиваться и закрываться в бункере, чтобы проводить видеозвонок. Даже при легких посторонних шумах камера передает речь четко и понятно. Вот по итогу мы и получаем веб-камеру для простого общения с родственниками, коллегами или по учебным нуждам, где не нужно думать о настройках фокуса и можно рассчитывать на более внятный микрофон. Но, как и в случае с другими бюджетными решениями, не приходится ждать от нее чудес в плане качества изображения. А вот на четвертом месте Razer Kio. Во-первых, сразу уточню, что она дороже прошлых двух позиций. Но эта вебка уже не для простых созвонов, а скорее для начинающих стримеров и геймеров. Самое интересное отличие Razer Kio от бюджетных вебок – это автоматическая фокусировка. Это значит, что камера сама решает, на чем ей фокусироваться. Для стримеров и геймеров – это спасение. Вы можете перемещаться, вставать, показывать зрителям что-то на заднем фоне, а камера будет следить за вами, не требуя ручных настроек. Это избавляет от лишней возни и позволяет сосредоточиться на главном – игре или стриме. На практике это особенно полезно для тех, кто постоянно меняет позицию перед камерой, будь то интенсивные стримы с эмоциями или динамичные игровые сессии. Камера поймает вас в кадре и оставит фокус именно там, где он должен быть – на вашем лице. Теперь о еще одном важном моменте – встроенной кольцевой подсветке. Эта штука незаменима, если у вас нет идеального освещения. Она окружает объектив и мягко подсвечивает лицо, устраняет тени и делает изображение равномерным. Это особенно важно для стримов, где хочется выглядеть как можно лучше даже в условиях неидеального света, а не выглядеть как персонаж из фильма ужасов, освещенный тусклой лампочкой с потолка. Единственная претензия – съемка, ограниченная тем же Full HD разрешением и 30 кадрами. Да, для стрима хотелось бы 60 FPS, но за такие параметры придется доплатить. В случае же с Razer Q мы получаем недорогую вебку с автофокусом, встроенной подсветкой и приемлемой съемкой. Третье место за Logitech StreamCam Это уже больше похоже на серьезный шаг вперед по сравнению с предыдущими бюджетными веб-камерами. Эта вебка подойдет не только для дружеских видеозвонков, но и для профессиональных онлайн-встреч и для стримов на небольшую аудиторию. Вот в чем ее основные фишки. Главное преимущество Logitech StreamCam – это, наконец, возможность снимать видео в Full HD при 60 FPS. Если сравнивать с веб-камерами, которые снимают в стандартные 30 кадров, то разница заметна сразу. Картинка становится плавной, как у хорошего экшн-фильма. Это важно не только для стримеров и блогеров, но и для всех, кто хочет хорошо выглядеть на видеоконференциях. Никаких размытых движений или дергающейся картинки. Камера снимает в Full HD и имеет хороший 2-мегапиксельный сенсор. Угол обзора при этом 78 градусов. Для большинства задач всего достаточно. Картинка остается четкой и детализированной. Если у вас хорошее освещение, результат будет вполне профессиональным. Только учтите, что кольцевой подсветки тут нет, поэтому сидеть в потемках и надеяться на хорошие кадры не стоит. Также никуда не делся автофокус, который заботится о том, чтобы вы всегда были в кадре четко и красиво. К его работе вопросов нет, со своими задачами справляется. Уточню только по микрофону. Встроенный микро подойдет разве что для видеозвонков и онлайн-встреч. Он достаточно качественный для передачи речи в более-менее тихом месте. Но если планируете стримить или создавать контент, лучше докупить отдельный микрофон. Встроенный все-таки не передаст все нюансы голоса так, как хотелось бы. Второе место я отдал Creative Live Cam Sync 4K. Это компромиссный вариант для тех, кто хочет попробовать 4К без лишних затрат. Стоит она даже немного дешевле, чем предыдущая Logitech Stream Cam. Сразу уточню пару недостатков. Первая – частота кадров. В 4К доступно только 25 FPS. Стримеры не заценят, ведь при быстром движении картинка не такая плавная, как хотелось бы. Но тут могу предложить разве что 40 FPS при переключении на Full HD. Но ясно, не то пальто. Хотя для созвонов и видеоконференций, что в 25 кадров, что в 40, все выглядит приемлемо. Еще одна помеха – ручная фокусировка. Конечно, не так круто, как автофокус. Нужно будет подкрутить настройки, чтобы идеально сфокусировать камеру на себе. И это не всегда удобно. Особенно, если вы стример, который двигается по комнате или хочет менять задние планы. Но если вы сидите перед камерой на одном месте, этот нюанс можно не считать критичным. Главное, что спасает эту камеру – это 8-мегапиксельный сенсор. Он лучше справляется с передачей цветов и детализацией на угол обзора в 95 градусов. Картинка выглядит широкой, сочной и четкой, что хорошо и для стримов, и для обычных видеозвонков. Так что, несмотря на все нюансы с частотой кадров, сенсор здесь действительно хороший. Ну и про микрофоны. Тут установлено сразу два микрофона с шумоподавлением и функцией автоматического распознавания речи. Для созвонов и обычных видеоконференций это прям находка, но если будете стримить, то лучше все-таки купить отдельный микрофон. Встроенные микрофоны, какими бы хорошими они ни были, не заменят полноценного устройства для стриминга. Ну а первое место я отдал Logitech Brio Ultra HD Pro. Дорого, жирно, качественно, по фэншую. По сути, безоговорочный лидер среди 4К веб-камер. У нее установлен лучший в своем сегменте 13-мегапиксельный сенсор, который позволяет снимать в 4К с частотой 30 кадров в секунду без потери качества. Да, тоже не 60 фпс, но камеру с такими параметрами еще нужно постараться найти. Не говоря уж о компе, который все это потянет. Одна из особенностей Brio Ultra HD Pro – выбор угла обзора. Камера поддерживает сразу три варианта – 65, 78 и 90 градусов. Получается, камеру можно выставить как для узкого фокуса на вас, так и для широкого на охват помещения. Если нужно показать всю комнату, выбираем 90 градусов, если только себя – 65 градусов. Эта гибкость делает камеру универсальной для разных задач – от рабочих звонков до стримов. Ну и как же без автоматической фокусировки? Все удобнее, чем руками выставлять. Из интересного – технология WriteLight 3 с поддержкой HDR. Это помогает выглядеть четко и ясно как в тусклом, так и в ярком освещении. Плохо освещенная комната – не беда. Прямой солнечный свет – камера все равно выдаст отличную картинку. Она сама подстраивается под свет, чтобы сделать изображение максимально приятным для глаз. Единственное, что отталкивает от покупки – это цена. Logitech Brio Ultra HD Pro не дешевая, как и Creative Live Cam Sync 4K. Такие камеры в основном выбирают профессионалы, которые уже познали недостатки бюджетных вебок и выросли из них. Да, Brio лучше по некоторым параметрам, но для обычного пользователя цена все равно кажется неоправданной. Однако, если вы готовы платить за лучшее, то Brio оправдает каждую вложенную в нее копейку. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.